Марьинка, погружение в бесконечную войну в Донбассе. Бенуа Веткин, Лимонде, Франция. 24 апреля 2018 года. У въезда на улицу Ленина, которая берет начало на одноименной площади, шрамы украинской истории предстают взгляду в виде процессии памятников погибшим. Каждый из них по-своему рассказывает о непростой участи Марьинки, городка в Донецкой области, посреди восточноевропейских степей, которые американский историк Тимоти Снайдер, Тимоти Снайдер, называет кровавыми землями. На массивном памятнике, посвященном погибшим во время Второй мировой войны, значится 325 имен, причем речь идет лишь об убитых и получивших награды солдатах. В общей сложности, с 1941 по 1945 год на фронте погибли 5075 человек из Мариинского района, к которым также следует добавить сотни мирных жителей. Чуть дальше расположен мемориал ликвидатором аварии в Чернобыле, 153 человека. Такая огромная цифра связана с преобладанием шахтеров среди тех, кого отправили в 1986 году бороться с катастрофой на АЭС. Чуть дальше, видна скромность тела в память о шести погибших в Афганской войне, 1979 и 1989 годы. Четыре года назад война прочно обосновалась в Мариинке. Потери, конечно, уже не те, что в кровавом ХХ веке, однако город с 10 тысяч населением, в мирное время, в настоящий момент там насчитывается порядка 6 тысяч жителей, все же заплатил немалую цену за бесконечный конфликт. С 2014 года снаряды, шальные пули и мин унесли жизни 90 жителей Мариинского района. В их честь памятников пока не построили. Виной тому безразличие Киева. Наверное, все это говорит о том, что, несмотря на мирные соглашения, никто не ждет, что эта цифра уже не станет больше. Груда железа в углу сада Андрея Гнецевича из дома 112 по улице Ленина. Это самое близкое во всем городе к тому, что можно было бы назвать мемориалом Бет Мариинки. В частности там мы видим 4 гранатометных и 2 минометных снаряда, отличающие со своей длинной формой пулеметные боеприпасы и дверной проем со следами бесчетных попаданий. По вечерам на улице Ленина никто не горит желанием задерживаться у двери, напоминанием чему служат окна с двумя новыми дверями. Сегодня мы уже ни во что не верим в другой жизни. Андрей Гнецевич не смог бы отличить один кусок искореженного металла от другого. Тем не менее, каждая часть его арсенала рассказывает о каком-либо эпизоде его войны, которую явно проиграли пострадавшие от взрыва в кухне, крыше и спальне. Покрывшая некоторые снаряды Жавчина говорит о прошедшем времени с первых ожесточенных боев лета 2014 года до артиллерийских дуэлей и ночных перестрелок, которые сейчас стали частью жизни Мариинки. Как ни странно, дом может пережить подобное обращение. Человеку уже приходится труднее. Даже такому крепкому, как Андрей, который 20 лет из своих 40 провел на добыче угля в шахте Трудовская. У него больше нет сил, чтобы сдерживаться. Мне уже на все наплевать, добавляет он после каждой фразы. В расширенном варианте это означает следующее. У нас была надежда на то, что война остановится. Мы верили в объявление перемирия. Сегодня мы уже ни во что не верим. На разочарование и усталость накладывается жестокая ирония от того, что его аккуратный дом обстреливается из шахты Трудовская, отвал которой служит наблюдательным пунктом для артиллерии сепаратистов. Сейчас его волнуют только две вещи. Его 17-летняя дочь Дарина – лучшая ученица в классе. Летом она поедет в Киев учиться на юрфаке. Когда ночью начинают падать снаряды, Андрей заставляет ее прятаться в печке из толстых кирпичей, а сам спокойно ложится в кровать вместе с женой. Потому что ей тоже уже на все наплевать. Вторая проблема – это отопление зимой. На улице Ленина больше нет газа, а переход шахты Трудовской в руки сепаратистов лишил Андрея 6 тонн угля, на которую он в теории каждый год имеет право как бывший шахтер. В советское время улица Ленина была тихим райским уголком, если верить матери Андрея 61-летней Елене Гнецевич. Невысокие кирпичные дома и пробуждающаяся весной роскошная природа придали району вид мирной деревни, которая находится достаточно далеко от заводов, чтобы стать тихой гаванью для жителей. Пятикилометровая улица проходит Мариинку с запада на восток и уходит в соседнюю Александровку, которая сейчас оказалась на территории сепаратистов. Елена, бывшая сотрудница электросети, родилась в доме 254. Сейчас там нет ни света, ни воды, а затем переехала к мужу в очаровательный дом 138, где днем она присматривает за детьми тех немногих соседей, у кого еще осталась работа. Она нашла утешение в войне. Сегодня люди вновь помогают друг другу, как было при СССР. Мы держимся только благодаря солидарности и нашим огородам. Декоммунизации в Советском Союзе насчитывались тысячи улиц Ленина, которые выходили на площади Ленина с памятниками вождю Октябрьской революции. От больших промышленных городов Белоруссии до отдаленных деревень Таджикистана, улица Ленина была главным внешним признаком принадлежности к Советской империи. После 1991 года некоторые были переименованы в честь национальных героев новых независимых государств. В Мариинке улица Ленина была только в 2015 году переименована в улицу Прокофьева, в честь знаменитого композитора и уроженца Украины. Эта смена названия в силу утвержденного в Киеве закона о декоммунизации не дала особых результатов и не прижилась среди местных. Десоветизация – новое для Украины явление, хотя на площади Ленина о нем напоминает памятник жертвам советских репрессий и голода 1930-х годов. Судьба улицы Ленина в превратившуюся в военную зону Мариинки противоречит утверждениям о ненасильственном распаде СССР. Четверть века спустя война на востоке Украины стала своеобразным кровавым отражением потрясений 1991 года. В апреле 2014 года, после революции в Киеве и Аннеаксии Крыма, ностальгирующие по СССР и поддержанные Россией сепаратисты Донецкой Народной Республики захватили Мариинку, которая расположена всего в 20 километрах от их столицы Донецка. Украинское контрнаступление остановилось у этого города летом того же года, когда в танец вступила российская армия. После этого 11 тысяч погибших и 1,5 миллиона беженцев. Здесь ведется позиционная война с артиллерийскими дуэлями, ограниченными по масштабам наступлениями, несоблюдаемыми перемириями, а также внезапными и необъяснимыми обстрелами. Хорошо слышно и в начале этих событий голос мирных жителей теперь уже мало что значит в этой войне. Воспоминания о трех месяцах под властью сепаратистов, которых поддерживала часть местных жителей, остались в прошлом. В клещах сейчас жители улицы Ленина оказались у самого фронта, он проходит параллельно ей, в 400 метрах к северу вдоль реки Осиковая. Кроме того, к востоку дорогу перерезает другой участок фронта. Те, кто хотели уехать, сделали это еще очень давно. Как бы то ни было, конфликт в Донбассе отличается присутствием большого числа мирных жителей. Объясняется это привязанностью к земле и построенному собственными руками дому, фатализмом, отсутствием перспектив и средств на переезд. «Я еще не видел такого числа оставшихся в домах мирных жителей, как в Донбассе, ни на одной войне, на которой мне довелось побывать», говорил в 2017 году представитель Международного комитета Красного Креста Алина Эшлеман. Алина Эшлеман. Вдоль 470-километровой линии фронта почти миллион человек живут менее чем в пяти километрах от нее, 200 тысяч с украинской стороны и более 600 тысяч со стороны мятежников, где застройка плотнее, а ущерб от артиллерийских обстрелов серьезнее. После ответа на экзистенциональный вопрос, уехать или остаться, жизнь на улице Ленина сводится к решению связанной с конфликтами череды проблем. Где лучше прятаться от снайперов и шальных пуль, пойти в более дорогой магазин по соседству или же решиться на более опасный путь в несколько сот метров до рынка? Менять ли разбитые окна и латать ли крышу? Если завтра снаряд может похоронить все плоды этого труда? Сколько комнат топить с учетом дыр в окнах? Где найти уголь? Былая злость и страх остались в прошлом. Война давно уже стала рутиной, данностью, с которой приходится считаться. Остается лишь сильнейшая усталость и эпизодический страх под обстрелами. Как бы то ни было, этой весной на улице Ленина затишье. Относительное затишье. Почти затишье. Если абстрагироваться от пулеметного огня, который раздается в любое время дня. Ночью, когда наблюдатели ОБСЕ уходят на покой, эстафету принимает артиллерия. С обеих сторон в игру вступают крупнокалиберные орудия, чьи снаряды сотрясают землю и сжимают грудь ударной волной. Эти дуэли кажутся тем более бессмысленными, что позиции военных застыли на месте. А в Мариинке ни один стратегический объект, дорога, завод, высота, не привлекает внимания враждующих сторон. Ранним утром дуэль приобретает другую форму, каждый лагерь обвиняет другой в том, что именно тот развязал перестрелку. ОБСЕ занимает осторожную позицию и возлагает ответственность за большую часть нарушений на сепаратистов. Красная зона невысокия дома на улице Ленина является залогом ее очарования, но в то же время и одним из ее слабых мест. Городские высотки хотя бы предлагают защиту, создают иллюзию убежища. В такой период затишья в июне 2017 года 50-летняя Наталья Мыскалевская получила пулю в правую ягодицу, когда работала на своем огороде. Она сохранила ее как сувенир после двух недель в больнице. С тех пор, как только заканчивается стрельба, она натягивает сапоги, но готова в любой момент юркнуть обратно в дом. Все это откровенно веселит ее мужа Юрия, который ни за что на свете не встанет с кровати и ищет спокойствие в юморе с той же силой, с какой Андрей Гнецевич погрузился в отчаяние. Они живут на 4500 гривен в месяц и вынуждены полагаться на Папу Римского, чтобы получить уголь для отопления. Речь идет о католической церкви, которая входит в число организаций, предоставляющих гуманитарную помощь. Все приучились к осторожности. Мины – снайперы. В начале второй половины дня улица Ленина пустеет. Как и номера домов, проходящие часы символизируют растущую угрозу. Последний уголок жизни – продовольственный магазин в здании 130. Продавщица Рита встречает всех улыбкой. Они работают ночью, говорит она о солдатах, а я – днем. Все в своем ритме. Дети привыкли к войне в школе номер два на площади Ленина. Меры безопасности приближены к военным. Мешки с песком у стен, сетки на окнах, учения по скоростному спуску в убежище, вооруженные люди в вестибюле и школьных автобусах. Кроме того, все выходящее на восток, на улицу Ленина, комнаты, были закрыты. Отказаться от этих помещений стало легче из-за сокращения числа учеников. До конфликта их было 350, а теперь осталось всего 166. Школа не прекращала работу даже в самый разгар боев, когда во двор падали снаряды. Это решение было согласовано с властями и родителями, объясняет директор Людмила Панченко. Закрытие школ погубило бы город. Кроме того, доля большинства детей школа – более надежное убежище, чем дом. Здесь их точно ждет двухразовое горячее питание, на что не всегда можно рассчитывать дома. Дети приходили даже тогда, когда здесь не было ни окон, ни дверей. Эта 36-летняя женщина самоотверженно работает и следит за тем, чтобы все дети вернулись домой живыми и здоровыми, хотя и получает всего 4000 гривен в месяц. По данным доклада Униссев за июнь 2017 года, 54 тысячи детей живут в 15 километрах от линии фронта только с правительственной стороны, в том числе 4700, в населенных пунктах, которые подвергаются обстрелам не менее двух раз в неделю. Самое страшное в том, что они привыкли к войне, считает Людмила. Кажется, что им уже больше не страшно. Как бы то ни было, это иллюзия, они не чувствуют себя нормально. Регулярно работающие с ними психологи подтверждают их сильнейшую тревогу. Как ни парадоксально, эта ситуация делает их более серьезными, они понимают важность учебы, знают, что родители рассчитывают на них. Некоторые проводят выходные за рыбалкой, чтобы принести домой еды. Девятилетний Миша Сигарев, один из этих ребят с бледными лицами, которые не могут играть на улице. Внешне он спокоен, однако нервно заламывает руки под партой. Дома ему разрешают гулять лишь от двери дома до ворот. Тем не менее, именно там его ранило в голову осколком снаряда летом 2015 года. Когда мы говорим с ним о довоенных временах, Миша запинается, он почти не помнит, что было до того, как улица Ленина превратилась в зону боевых действий. Серая зона Миши Сигарев и его мать живут в еще более таинственной опасной части улицы Ленина, в серой зоне, на ничейной земле, которая простирается от последних позиций украинской армии до первых позиций сепаратистов в нескольких сотнях метров от них. Четыре десятка человек до сих пор выживают к этой неправовой зоне, на которой летают пули и снаряды. В подписанных в феврале 2015 года Минских соглашениях не говорится ни слова о дальнейшем статусе этого клочка земли между двух миров. Каждый день маленький Миша, он мечтает стать дальнобойщиком или артистом, вновь увидит папу и чтобы люди больше не страдали, пересекает украинскую линию, чтобы попасть в школу, а вечером идет обратно с полученным в городе углем. Только у жителей серой зоны, они внесены в специальные списки, и есть право пересекать линию фронта, в частности, чтобы получить пенсию. Остальным приходится идти через официальные блокпосты, что означает опасную эпопею в несколько часов, хотя раньше путь в Донецк занимал 15 минут на машине. Разрыв связи с региональной метрополией очень сильно отразился на экономике Мариинки, которая и так уже пострадала из-за закрытия заводов в связи с войной. Единственное утешение – с правительственной стороны продукты дешевле, чем у сепаратистов. Раздаваемой несколькими НКНО гуманитарной помощи недостаточно. Получить ее могут только люди определенных категорий – пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, перемещенные лица. Что касается обещанных муниципалитетом средств на ремонт крыш и окон, они существуют только на бумаге. Как бы то ни было, относительное затишье последних нескольких недель дает надежду на подвижки. Красный Крест предлагает гранты тем, кто хотят начать бизнес или открыть магазин. Отголоски этого докатились даже до серой зоны, где друг Миша Сергей Загаленко хочет открыть мастерскую по ремонту велосипедов. Только вот на ничейной земле лишний шум не приветствуется. Люди спрашивали, собираемся ли мы их убить на улице Ленина. После давно заброшенного продовольственного магазина Светланы начинается мир военных. У последних позиций тишина становится гуще, земля усыпана камешками и осколками снарядов. Бойцы 30-й бригады расположились в нескольких заброшенных домах. Те, кто дежурит на передовых рубежах, сидят в траншеях, не так удобно, но намного более безопасно. Здесь война тоже стала рутиной. Горячка первых дней конфликта уступила место монотонному противостоянию. Последние два года армия не отправляет призывников на фронт, а волны мобилизации остались в прошлом. Солдаты по большей части подписали двухлетний контракт с зарплатой в 17 тысячах гривен, однако ими в той же степени движут и патриотические идеи. Питание и снабжение уже совсем не то, что в первые годы конфликта, однако теперь становится трудно найти хоть какой-то смысл в этой позиционной войне, признает лейтенант Иван Бурдюк, который служит в армии 14 лет и своих 32. Быть может, наши дети смогут расти в другой стране, говорит он. Сейчас же единственное, что мы можем сделать, это удерживать этот клочок земли. Лейтенант сожалеет лишь об одном, почему мы не снесли эту телебашню. Она расположена в Перовском районе Донецка в нескольких километрах от Марьинки и символизирует сложные отношения, которые всегда были украинской власти с жителями Донбасса. Через четыре года с начала войны они все еще принимают российские телеканалы, чья гипертрофированная пропаганда во многом раздула угли конфликта. Украинские каналы в свою очередь доступны лишь тем, у кого есть спутниковая антенна. Сначала люди спрашивали у нас, собираемся ли мы пытать убивать их, вспоминает лейтенант Бурдюк. Потом они увидели, что мы, люди, что мы помогаем им при возникновении проблем. В июле 2017 года в Марьинке родился маленький Давид, плод любви Юлии Семеняевой и солдаты украинской армии Вячеслава, который был убит в феврале того же года и так и не увидел сына. В целом отношения мирных жителей и военных отличаются мрачным безразличием, их контакты – редкость. В магазинах солдатам не продают спиртное. Политические взгляды, пророссийские или проукраинские, тоже перестали быть актуальными под грузом войны. Остается лишь надежда покончить с насилием, сделав ставку на многообразие украинской идентичности. Примером тому может быть пенсионерка Елизавета Рябко, которая до сих пор называет СССР моей страной, но при этом владеет украинским не хуже современной городской молодежи. Сепаратистская зона, наверное, самая убежденная сторонница Киева живет в сепаратистской зоне, в самом конце улицы Ленина. Дальше журналисту газеты Монтхода нет из-за запрета властей Донецка. В нескольких сотнях метров дорога приходит в Александровку, на вражескую территорию. Именно там живет Любовь Де, директор без зарплаты дома торговли, типичного заведения советской эпохи, примеров которых достаточно в Мариинке. 61-летняя женщина стремится вернуть туда предпринимателей и ремесленников при поддержке Красного Креста. Для этого она поочередно проводит неделю в Мариинке и неделю в Александровке. Ее дом там находится в столь же плачевном состоянии, что и ее рабочее место, а экономическая ситуация там хуже, поскольку власти ДНР выдворили большинство НКНО. Проходить контроль всегда непросто. Вооруженные сепаратисты, знакомые с ее проукраинскими настроениями, не скрывают враждебности. За четыре года воиномерные жители пропадали, не оставив следа. Из окна ее кабинета на площади Ленина видны не только памятники погибшим, но и недавно установленный рекламный щит в честь небесной сотни, как называют убитых во время революции на Майдане демонстрантов. Когда мы спрашиваем любовь об местности нового мемориала, который посвящен событиям в далекой столице, при том, что в маленькой Мариинке погибло не меньше людей, она отвечает, Майдан был ради Европейской Украины, а не ради войны. Хоть я и русская из Калининграда, я не хочу жить в России. Пусть эта революция далеко, она касается и нас. У нас тоже есть право мечтать о лучшем будущем.